Рад приветствовать вас, уважаемые любители биатлона! Телеканал Югра предлагает вашему вниманию программу, специально приуроченную к финальному этапу Кубка Мира, дневники биатлона. Для вас работаю я, Вадим Ласов, и сегодня в нашем выпуске вас ждет следующее. Если человек талантлив, то он талантлив во всем. Это утверждение подходит и для биатлонистов. Лоул Белли, лидер сборной США, не только профессионально играет на гитаре, но и сам пишет песни. Позади 8 этапов Кубка Мира, к концу сезона в копилке россиян 28 медалей и в общем зачете призовых мест наша национальная сборная на третьей строчке табеля о рангах. Мороз и солнце в распорядок дня биатлонистов не вмешались, ведущие стреляющие лыжники планеты вышли на официальные тренировки. Идея наведения мостов между спортом и искусством отнюдь не нова, она возникла еще в Древней Греции. Достаточно, например, вспомнить высказывание Платона, который отметил, что Бог дал людям две способности – музыку и гимнастику – для темперамента и для приверженности к мудрости. Лоул Белли – опытный американский биатлонист, родившийся в Северной Каролине, когда ему было три года. Вся его семья переехала в штат Нью-Йорк, где началась его спортивная карьера. В национальной сборной США Белли состоит с 2001 года. С тех пор он принимал участие во множественные соревнования, в числе которых этапы Кубка мира, чемпионаты мира и даже две Олимпиады. Однако выше пятого места подняться не сумел. В прошлом сезоне, в преддверии Дня Святого Валентина, весь мир узнал еще об одном таланте спортсмена. В качестве подарка для своих поклонников и всего биатлонного мира Белли исполнил песню Боба Марли, подбив на эту затею и своих друзей. Недаром говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Белли также является автором гимна сборной США по биатлону. Говоря о его пристрастии к музыке, стоит отметить, что биатлонист умеет играть не только на гитаре, а еще и на мандолине. В свободное от тренировок время у себя на родине в США спортсмен играет в рок-бенде и группе, исполняющей традиционную американскую фолк-музыку Blue Grass Music. Да, было дело. Я написал его для чемпионата мира в Остерзунде. Мой тренер по национальности швед. У него есть друг, который занимается звукозаписью. Поэтому в нашем распоряжении была студия. Вот с ним в тандеме мы песню придумали. Он написал музыку, я придумал слова, потом мы собрали сборную в студии и записали гимн. Несмотря на его музыкальный талант, в ближайшее время завязывать с биатлоном Белли не собирается. Он планирует принять участие еще как минимум в четырех кубках мира, а также в предстоящей сочинской олимпиаде. В перспективе у биатлониста самые сложные задачи не только попасть в пятерку, но и по возможности подняться на пьедестал. Сейчас я прежде всего спортсмен. Моя карьера – это биатлон. Но я всегда знаю, что музыка была и остается огромной частью моей жизни. Пока трудно сказать, будет ли музыка моим главным занятием, когда я закончу с биатлоном. Но было бы совсем неплохо. Пока я просто занимаюсь биатлоном и везде езжу вместе со своей гитарой. В завершении Лоуэл отметил, что биатлон плохо развивается в США из-за недостаточной осведомленности и непопулярности этого вида спорта. И он очень надеется, что его личные достижения помогут привлечь внимание американцев к этому зрелищному виду спорта. Оценивать выступления сборной России на прошедших восьми этапах нелегко. К концу сезона в копилке россиян 28 медалей. И в общем зачете призовых мест мы идем на третьем месте. Лучший показатель только у норвежцев. В их активе 41 награда. А французская сборная опережает Россию лишь по количеству золотых медалей. У нас очень сильная команда. И любой спортсмен из сборной команды может показать себя лидером. Это и доказывал и Дмитрий Малышко, и Евгений Устюгов, и Евгений Горанчев. То есть конкуренция у нас в команде настолько велика, что тренеры даже не знают, кто же сильнее, кто может на каком этапе выстрелить. В целом весь сезон команда выглядела ровно. На каждом этапе и как таковых провалов не имела. Но это больше касается мужской сборной. Именно подопечные Николая Лопухова выиграли 21 медаль из 28. Ни один эксперт так сразу и не скажет, кто же лидер российской команды. На эту роль сегодня претендует сразу три спортсмена. Дмитрий Малышко, Антон Шипулин и Евгений Устюгов. Но и без них медали есть у Евгения Горанчева, Андрея Маковеева и даже у дебютанта сборной юниора Александра Логинова. Будем смотреть в прошлый год этот сезон, как мы выступали перед чемпионатом мира и во время чемпионата мира. Ну и естественно будем подстраиваться по трассу, по тот рельеф, потому что сейчас предолимпийской недели мы съездили в Сочи, посмотрели. Климат очень тяжелый, трасса еще тяжелее. То есть достаточно будет тяжело подготовиться очень хорошо к этой трассе, но мы будем стараться, будем работать над этим. С женской командой все складывается сложнее. Вот уже второй сезон шведский тренер девушек обещает хорошие результаты, но увидеть их нам пока не дано. Продолжает выступать стабильно Ольга Зайцева, которой в этом сезоне, если чего-то и не хватает, то это удачи. У остальных спортсменок прогресс едва заметен. Это не обещает ничего хорошего с учетом надвигающейся Олимпиады. Но тренерский штаб продолжает уверять, что к главным стартам четырехлетия команда подойдет в нужной форме. Не могу сказать, что сезон был удачным, но и провалом его назвать нельзя. Мы показали средний результат, а чемпионат мира, я считаю, прошел успешно. Так, хотя нам и не удалось завоевать медали, но общее положение спортсменов по результатам гона было очень хорошим и стабильным. На заключительном этапе чего-то доказать спортсменам будет сложно, поэтому и мы не ждем от них феерических результатов. Главное выступить в свою силу и обойтись без травм. У меня никаких планов нет. Я буду выступать, наслаждаться и надеюсь радовать всех остальных. Мужская сборная на протяжении всего сезона оставляла противоречивые впечатления. Потенциал команды явно больше того, что они показали. Частично реабилитировавшись в сочинской эстафете и теперь их ждет борьба за Кубок наций в заключительных гонках. Старт финальному этапу Кубка мира по биатлону Дан. Произошло это накануне в концертно-театральном центре Югра Классик, где состоялась торжественная церемония открытия этих престижных соревнований. Но уже сегодня ведущие стреляющие лыжники планеты вышли на официальные тренировки. Как правило, на тренировку отводится несколько часов, и чаще всего это послеобеденное время, а значит максимально приближенные ко времени официальных стартов, учитывающие климатические и сезонные особенности места проведения соревнований. В этот раз официальная тренировка прошла при отличной погоде, не было ни сильного ветра, ни снегопада. Первыми на стрельбище появились женщины, следом за которыми трассу опробовали мужчины. Особенно важна эта тренировка для новичков, кто впервые приехал в Хантамансис. На любых соревнованиях случаются неприятные казусы, когда спортсмены ошибочно заходят не в тот створ или используют неправильный выход на дистанцию. Все это отрабатывается на тренировке в условиях, приближенных к официальным стартам. Стоит отметить, что любые замечания или требования спортсменов будут учтены техническим делегатам соревнований. Их устранение будет зависеть от того, насколько они укладываются в правила и регламент соревнований и не являются ли просто прихотью того или иного биатлониста. На сегодняшний день у спортсменов только одна претензия. В Хантамансиске им после теплого Сочи слишком холодно. На мой взгляд могу сказать, что в женщинах там остаются одни исты фаворитки, как Кузмина, как Дамрачова, как Тора Бергр, как Семеренко, Пидрушина. Но добавляется в последнее время немка, молодая, Далмайер, она очень хорошо побежала. Тоже Хенкель, она уже знакомена с Хантамасинском. Это в призы попало несколько раз. Так что, я думаю, не может быть никакой большой сенсации в данный момент. Во время соревнований по биатлону спортсмен преодолевает дистанцию от 6 до 20 километров, задерживаясь на стрельбище от 2 до 4 раз. И основная зрелищная часть биатлонных соревнований, разумеется, проходит на стадионе при огромном скоплении фанатов и любителей биатлона. Все стреляющие лыжники сами ведут учет промахов и прохождения верного количества штрафных кругов. Так что лишний раз не помешает понажимать на спусковой крючок своей винтовки и проверить, как бегут твои лыжи. Однако, по словам экспертов, ждать каких-либо сенсаций не приходится. Биатлон – это такой вид спорта, который притягивает болельщиков не только своей эмоциональностью и непредсказуемостью, но и курьезами, которые порою веселят даже самых серьезных болельщиков этого вида спорта. В биатлоне, как и в любом другом виде спорта, есть свои правила. И за каждое нарушение спортсмену непременно грозит штраф. А порой и дисквалификация. История с белорусской спортсменкой Дарьей Добручевой, которая второй год подряд окомфузилась в немецком оберхофе, знает все любители биатлона. В сезоне 2009-2010 годов в Мастарте надежда всей Белоруссии произвела три выстрела по чужой мишени, лишив себя шансов на победу. А год назад на лёжке Добручева неожиданно начала палить по мишеням стоя. Бытует мнение, что подобные ошибки происходят от бьющего через край желания победить. Ведь Добручева ошибалась, когда приходила на стрельбище первой. Наверное, да, слишком хотела победить. И была чересчур сконцентрирована только на своих действиях. То есть не видела, не слышала, что происходит вокруг. По правилам Международного союза биатлонистов, наказание за стрельбу по чужой мишени спортсмену фиксируется промах, как будто он стрелял правильно и просто не попал. А вот наказание за стрельбу из неправильной позиции куда жёстче дисквалификация. Такое же наказание ждёт биатлониста, если он всего лишь сойдёт со своего коврика с ненадетой на плечи винтовкой. Удивительно, но за соблюдением этого правила следят довольно-таки строго, и организаторы порой беспощадно карают даже именитых спортсменов. Так норвежец Халвард Ханавалт однажды случайно выронил патрон и, пытаясь его поднять, сошёл с коврика, за что тот час же был дисквалифицирован. Среди россиянок главной неудачницей считается Наталья Гусева. За три года пребывания в Большом биатлоне она умудрилась начудить столько, сколько не чудили все вместе взятые биатлонисты сборной. Она забывала забегать на штрафные круги, стреляла под чужим мишенем, выбегала за пределы трассы. Не случайно за ней любят следить телекамеры, но самым эффектным её номером стал финиш на одном из этапов Кубка мира. В гонке преследования Гусева за 10 метров до финишной ленточки столкнулась с японкой, упала, запуталась в лыжах и, пытаясь подняться, валила с ног всех, кто финишировал следом. У мужчин отличились Черезов и Шипулин. Их передача эстафета получилась столь эффектной, что один из биатлонистов не удержался на ногах. До начала первой гонки финального этапа Кубка мира по биатлону остаются считанные часы. Первыми на старт самой быстротечной спринтерской гонке выйдут девушки, которые преодолеют 7,5 километров с двумя огневыми рубежами. Приходите 14 марта в 17 часов и поддержите своих кумиров.